Я сомневался, говорить об этом или не говорить, и до сих пор в душе происходит внутренняя борьба, но я уже начал и продолжу. В разгар перестройки в 89-м году в Советском Союзе появилось два человека, которые всколыхнули всё общество. И, вы знаете, даже политики отошли в это время на второй план, потому что на устах у всех были два человека — Чумак и Кашпировский. Для меня вообще показатель номер один, когда человек уходит уже в историю, — это наличие его фамилии в анекдотах. Вы стали, и вы, и Кашпировский, стали персонажами многих анекдотов, и вы уже в истории останетесь навсегда. Запрещали бы вас, не запрещали бы, козни бы строили или не строили, всё равно две эти фамилии уже в истории остались. Ваши отношения, насколько я знаю, не сложились. Мало того, насколько я знаю, вы никогда даже не встречались лично. Никогда. У вас всегда была какая-то заочная перепалка, и не было ни разу вот так вот, чтобы вы могли друг против друга сесть и поговорить. Для меня вообще нет больше мечты на сегодняшний момент провести вот такой, может быть, телемост или встречу, когда друг напротив друга сядут два самых высочайших человека того времени — Алан Чумак и Анатолий Кашпировский. А какие вообще у вас друг к другу претензии? Вот если говорить коротко. У меня к нему претензий нет. Мы с ними встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизёр. И всё. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33-х, понятно, кого ли это створял. Чушь и глупость. Я помню передачу КВН, когда они сострели на тему, что сейчас мы живем во время, называемый Кашпир, во время чумака. Да, это старший баровик сказал. Вы понимаете, я никогда, ведь никто от меня никогда не слышал дурного слова «Вадашка Кашпировского». Но это вам не свойственно вообще. Никогда. А он постоянно меня поливал где только можно. Он видел во мне конкурента, врага, кого угодно. И это уже большая разница между нами. Но дело в том, что сейчас я это могу сказать. Он гипнотизёр. И его сеансы, психотерапевтические гипносеансы, нанесли гигантский вред огромному количеству людей. И вот с этим вредом мы до сих пор встречаемся. Что такое гипноз? Внушённое состояние. Это насилие. Всегда. То есть гипнотизёр должен ввести в человека подчинённое себе. Другого быть не может. Он должен его внушить. И человек теряет право выбора. В этом состоянии он не может прервать сеансы. Он не может принимать самостоятельных решений. И тогда ему даётся установка. Каким быть? Но ведь мы 70 лет в нашей общей стране получали установки. Это был социальный гипноз. И сегодня... Что такое журналистика? Это социальный гипноз. Телевидение. Что такое политика? Это социальный гипноз. Это установки. То, что делаю я, это снятие социальных и гипнотических установок. Освобождение творческого начала в человеке. Оно всегда больше любой установки.